Дорогие друзья, Маткуль, привет всем! Это десятый выпуск новостей, и он происходит из нашей новой студии. Юбилейный выпуск из новой студии, уже прям совсем нашей. Ее описание смотрите по ссылке в инстаграме. Тут прям экскурсия будет на минуту с небольшим по всем помещениям этого прекрасного места. Вот, значит, теперь поехали. Первое. Работа над ошибками. А то было нулевой пункт про новую студию. А теперь первый пункт. Первый пункт. Работа над ошибками. Дело в том, что в ролике про сет, который был некоторое время назад на канале, обнаружились три ошибки. И я сейчас, значит, вкратце скажу, в чем они заключаются. А подробности, опять же, указаны в описании. Пожалуйста, пройдите по ссылке, внимательно вникните в них. Ну и там это действительно очень прикольно. Прежде всего, Пах, и это вовсе не Януш Пах, которого я хорошо знаю, такой рыжий прикольный венгер, а Питер Палпах, который, как мне написали, Януша не родственник и даже ни одна фамилица, ничего рыжего там в помине нет. Короче, это совершенно другой автор. Далее, Лев, это на самом деле Всеволод Лев. Лев это фамилия, причем это фамилия нашего с вами соотечественника Всеволода Лева. Наверное, Лева неправильно говорит в этом случае, надо говорить, здесь фамилия склоняется Лева. Который и написал мне первое письмо с указанием на мои ошибки, за что ему огромное спасибо. Вторым на ошибки указал Саша Полянский, который тоже, значит, те же ошибки все перечислил, и еще некоторые замечания дополнительные. И даже любезно предоставил целый ряд интересных ссылок, на которые надо пойти, чтобы продолжать эту тему. Это на самом деле интереснейшая тема, еще на канале наверняка будет. Так вот, во-первых, Пах это другой Пах. Во-вторых, статья была не в 13-м, а в 2017-м напечатана. А в-третьих, я по сути ошибся. Я говорил, что они доказывают, что если 2,8 в n-ный карт набрать, то выдача точно есть. Ну или какая-то другая константа, растущая с n, то выдача точно есть. Но наоборот, значит, ой, извиняюсь, неправильно. Как раз я говорил, что существует, что будто бы доказали, что существует выдача из 2,8 в степени n карт без сета. Но на самом деле доказана как бы противоположная вещь, что в любой достаточно большой выдаче есть сет. То есть есть некоторая константа, что если вот столько карт выложить, то есть, существует обязательно сет. Вот, ну и там как бы в ссылке вы видите еще некоторые уточнения. Это не для классического сета было, а для z4 в n-ный, то есть для 4-х карт. Вот, но потом очень быстро было и для f3 тоже переписано. Итак, я налажал трижды, за что прошу прощения и благодарю за найденные ошибки Всеволода Лева, авторы этого результата, и Сашу Полянскому, который тоже, значит, где-то там близко доказывал очень близкие вещи и даже, кажется, в ролике упомянут. Вот, номер два. Новость номер два. Спорт, спорт, лыжи. Год назад я осуществил одиночный пикет против власти и засилья западных циклонов. На Новый год, да, одиночный пикет на лыжах, на траве, стоя. Под Новый год не было снега, и я, значит, призывал зиму до мая, холодную там и так далее. И вот она пришла, правда, лишь спустя год. Вероятно, там в небесной канцелярии долго рассматривают прошения и пикеты. И вот сейчас Великая Зима 2020-2021, идиоты, мы все равно пытаемся кататься на лыжах. Тут я антирекорд обновил. За 50 километров шел 11 часов. При том, что в прошлом году я 100 прошел за 11 с небольшим. Вот, то есть сейчас такие условия, и трапешка там, и снег очень такой тяжелый, палки проваливаются полностью, что в этом году, конечно, вряд ли можно ожидать прохождения 100 километров за один день. Но все, что я смогу выжить, я выжму 22 февраля. Если буду жив, вот, пойду. А вы благословляйте меня на очередные победы на безумных фронтах. Еще по ссылке описание, как я на лыжах ходил по Майкопу. Может быть, я был первым лыжником в Майкопе. Но так как зима там уже две недели, то кто-то еще повылезал. И вроде как я могу считать, что это я всех научил кататься на беговых лыжах в Майкопе. Далее. Пункт 3. Объявления. Несколько объявлений. Пункт 3 под пункт А. Михаил Семенович Екир. Привет тебе, родной, на Украину. Твой канал прекрасен. И достоин того, чтобы здесь упомянуть. Друзья, заходите все к Михаилу Семеновичу. В совершенно замечательной манере. Просто, как бы сказать, неповторяемой манере. Излагает математику. Мне очень хотелось бы с ним повидаться. Когда будет проще с перемещением между Россией и Украиной. Обязательно съезжу в гости к вам. Михаил Семенович, ждите. Вот, горилку не смогу, конечно, потому что не пью давно. Но чайку попьем. Что-нибудь вместе запишем. Ну, не знаю. Это, конечно, не в этом году и не в следующем. Вот. Но вот Михаил Семенович подготовил 19 призеров Олимпиады международной. То есть это великий украинский учитель. Которого я и хочу здесь поддержать. Я уверен, что вы меня смотрите так, что привет. Пам. Так. Далее. Скоро будет Кавказская математическая Олимпиада. И заодно интеграл по городу. Это соревнование в Майкопе, где бегают, снимают КП, решают задачи. Находят КП. Решают задачи. Это будет 14 марта интеграл по городу. А Кавказская математическая Олимпиада, соответственно, 14, 15, 16 или даже 12 по 17 марта. Ну, там попасть туда это отдельная история. Там отбирают некой сложной процедурой. Но просто имейте в виду это. И главное, да, приезжайте в Майкоп на математический бегущий город. На интеграл по городу. Из трех интегралов, которые провели уже до сих пор, я победил в двух. А в одном победить не смог. Меня перебегали команда учительниц местных. И еще пара команд ребят смогли перебегать и перерешать задачи. Так что можете опять кинуть мне, бросить перчатку. И в этом году лишить меня первого места. Я всех к этому приглашаю. Ну, там, на самом деле, с прошлого года две категории. Весь день и полдня. Я утром лечу, обедаю и бегу, которая вот два с половиной часа. То есть я прилетаю, тут же обедаю, тут же с места ковьер. И вот год назад прилетел, увидел и выиграл. Но вот, тем не менее, это не обязательно так. В этом году я верю в вас. И кто-нибудь меня победит. Может быть, даже несколько человек. Несколько команд. Дальше я снова призываю всех обратить внимание на всероссийский математический кружок МФТИ. Московского офистеха. Который ведут через Zoom. Василий Мантуров, Павел Колесников, Алексей Конель-Белов. И Константин Федоровский. Ну и вот Тимур Гореев. Через него идет, как сказать, запись. То есть вот там внизу указано, куда надо обратиться, чтобы на этот кружок попасть. Я всех туда приглашаю. Приходите и занимайтесь там математикой. Серьезный, хороший, сложный. Дальше. Пункт 4. Последний пункт нашего новостного. Выпуска номер 10. Он состоит из целого ряда, наверное, десятка коллабов с другими людьми. С нашими друзьями, коллегами. Во-первых, у Павликова, математика МГУ, АК Хитман, вышел ролик, где он меня учит играть в шахматы. Ролик стартанул, нехило. Вообще там супер была комбинация лайков и дизлайков. Ставьте лайки туда. Смотрите, там очень круто. Он мне разные позиции показывает, объясняет. Он же международный мастер. Он очень крутой вообще. Президент каких-то ассоциаций. В общем, Павликов чрезвычайно многогранен и содержателен. Поэтому обязательно приходите смотреть к нему этот ролик в описании и по ссылке. Так, вчера с Бояршиновым снова стримили. Здесь указания. Посмотрите, о чем говорили. Очень прикольно. Поговорили про климат, про то да сё и про то, опять что будет, когда я стану министром просвещения. То есть никогда, но тем не менее про это надо говорить. Потому что события нулевой вероятности тоже иногда происходят. Вот к ним надо готовиться. Дальше. Райгородский у математика МГУ. Шикарная беседа. Тоже я снова Павликова рекламирую. Мне кажется, что Андрей Михайлович достоин огромного количества просмотров. А там пока всего 20 тысяч. Заходите все и смотрите Андрея Михайловича. Интереснейшая беседа. Просто вот такое вот интервью. Далее. Лекция для Дня науки в Майкопе записана на стеклянной доске, которая теперь там тоже стоит. Лекция про графы. Я залез на территорию Андрея Михайловича. И там действовал. Про планарные графы. Вот. Обязательно смотрите. Так. Номер пять. Тео Эстетика. Мое интервью большое. Про все подряд. На таком религиозно ориентированном блоге. Но в таком сильно-сильно въедливо, вдумчивом, интеллектуальном. Глубоко интеллектуальном. Вот. Вот здесь смотрите. Заходите. Разбивайте его канал. Человек очень содержательный. И достоин. Так сказать, опять же, достоин там просмотров а-ля дуть. Но это зависит от того, чтобы много было. Столько было интеллектуальных людей на планете. А это момент тонкий. Номер шесть. Тюмень. Стрим. Отсюда стримили. Отсюда. Они залили. Потом пришлось перезаливать там. Из-за того, что пришлось кое-что вырезать. Не очень приличное. Из этого стрима заходите и смотрите. Но вот неприличное уже не увидите. Так. Номер семь. Лекция на радио была. Великие математические открытия в Майкопе. По ссылке. Номер восемь. На телевидении. Общественном телевидении России. Новое введение в закон о просвещении. Большая жаркая дискуссия между двумя там какими-то мертвыми тетками. И двумя нормальными людьми. Про то, нужен ли закон о регулировании просвещения. Нам он с вами не нужен. Я, значит, по ссылке хорошо объясняю, почему он нам не нужен. Эта передача на телевидении начинается с моего яркого выступления. Такого прямо, где я говорю, что вот сколько просветителей в год будут отлавливать и сажать в тюрьму. Вот. За незаконное введение просветительской деятельности. Девять. Роман Юнеман. Молодой политик. Светлый, хороший. Прямо вот если бы такие политики у нас все были. Вообще у нас супер было бы. Вот. Я у него записал тоже. Мы записали с ним такую. Если я стану министром просвещения. Называется. Вот. И я хочу попросить вас. Нужна статистика. Кто сколько бумаг собирал перед проверками Рособорнадзора в вашем вузе. Кто комнату там. Кто две комнаты. Кто просто две очень большие пачки. Кто 10 тысяч страниц. Кто 20. Просто нам нужно оценить сколько рабочего времени суммарно выкинуто на помойку благодаря существованию Рособорнадзора. Это важная задача, которую я решаю перед тем, как стать министром просвещения. Так. Номер 10. Называется. Возглавить Минобор и встретиться с Медведем. Тоже подкаст. Записан в Москве. В огромных вышках Москва-Сити. У ребят там. Прикольных ребят. Из Фистеха. Вокруг Фистеха. Так. Номер 11 и 12. Это депутат Госдумы Николай Петрович Николаев. Председатель комитета по природным ресурсам. Позвал меня на свои подкасты. Тоже получилось очень-очень содержательно. И коротко. Главное преимущество этих подкастов двух. Что они небольшие. Особенно про образование всего 10 минут. А про эпидемию, митинги и свободу слова 40 минут. Он очень гордится тем, что у него любые мнения допустимы. Заходите смотреть. Очень прикольно посмотреть на живого единородства. Вот такого причем. Ну маститого. Директора комитета там. И прикольно, что он меня позвал. На самом деле большое спасибо Николай Петрович. Да. Люди везде встречаются. Интересные. Так сказать. Да. Ну и наконец 13. Это с Юрием Хованским вышел совместный стрим. Заходите. Там из 7 часов стрима полтора часа со мной. Найдете и посмотрите. Вот. Ну а последняя новость. Она немножко такая печальная. Ну ничего страшного. Но тем не менее я должен сказать. Мы давно и классно записывались на стеклянной доске. Записывались на Октябрьской. Нас туда пускали. Бесплатно. Так сказать. Потому что хозяин наш подписчик. Все такое. Вот. Но сейчас вот история как бы случилась. Что в срочном порядке ее переводили с Октябрьской на Варшавку. Произошел какой-то видимо там накладка. Произошли накладки. И я привел уже вот математика. Живого крутейшего математика для записей. Планировались два математика сегодня. И один успел записаться. И ждите на канале будет такая лекция, которую вы еще вообще не видели никогда. Вот. А вот второй только приехал, вдруг выяснил, что в 12 будет другая запись. В общем, как-то почему-то мы оказались крайними. И пришлось уехать. И так стыдно мне не было никогда. Поэтому я просто, наверное, все-таки мы будем записываться уже здесь. Если уж так у коллег не получается четко планы строить. То и ладно. Спасибо за все, что они для нас сделали. У нас теперь есть своя. Мы будем на своей записываться. И я этого математика, пока даже не буду называть его имя, приглашу сюда. И мы вместе все здесь запишем. Я надеюсь, он не очень сильно обиделся. Но он видел, что просто непосредственно в ту же секунду выяснил, что я никак не виноват в этом. Вот. Ну, в общем, еще один повод порадоваться, что у нас, наконец, есть новая студия. И этой мажорной нотой завершить. И так весь десятый юбилейный выпуск новостей, в сущности, крутится вокруг того факта, что вот она наша студия. И многие выпуски новостей теперь будут отсюда. До этого мы бомжевали, бомжевали. А здесь теперь мы осели. Маткуль, привет!